Вакана, салаллаху алейу ассаляма, янха анхиратил Кур'ан фир рукой васуджуд. Посланник, алейх салалатусам, запрещал читать Кур'ан как в поясном, так и в земном поклоне. И более того, то есть повелевал, что много проявлять усердия и просить у Всевышнего Аллаха в этом рукне. То есть, как мы сказали уже об этом в руку. И посланник, алейх салалатусам, сказал. Ближе всего раб бывает своему Господу, когда он находится в земном поклоне, так совершайте же много, то есть, или же просите же у Аллаха много. Здесь вопрос. Можно ли в обязательной молитве просить у Всевышнего Аллаха что-то дополнительное? Начнем сначала с первого. Посланник, алейх салалатусам, сказал, что нельзя читать Кур'ан в руку и в суджуд, в поясном и в земном поклоне. Касается ли это тех мольб, которые пришли у нас в Кур'ан? Не является, почему? Потому что человек не читает это. То есть, никто не говорит, Субхану Рубейл Аля. Кто-нибудь так говорит? То есть, не читаешь Кур'ан в этот момент. Ты что, ты просишь Аллах той мольбой, которая любима Всевышнему Аллаху, так как он научил нас совершению ее в Кур'ане. хорошо, то есть и поэтому, то есть и не чтением Курана занимаешься, а ты мольбой занимаешься это раз, второй вопрос дозволяется ли просить у Всевышнего Аллаха в обязательных молитвах, хорошо, и в желательных молитвах есть ли разница между ними, и обязательным является на арабском языке, обязательным является то, что пришло в Куране, Суни и так далее мы говорим на все это, то есть не является то есть хорошо, то есть обязательным говорить дуа, мольбу на арабском языке не является обязательным только те, которые вот мы перечислили, которые пришли в хадисах и так далее из-за общего хадиса Много просить у Аллаха. Хорошо, если кто-то нам скажет, что тогда молитва станет недействительной, так как ты добавляешь в нее слова, которые не из нее. Мы скажем ему, кто тебе сказал, что не из нее. Кто тебя научил молитве? Посланник Аллаха. Тот, кто научил тебя, сказал много делать дуа именно в этом месте. И поэтому говоришь ты на татарском, говоришь ты на кумыгском, говоришь ты на кабардинском, говоришь ты еще на русском. Кто еще? На чеченском ты говоришь. Кто еще? Кого? На ингушском. На чувашском. Хорошо, то есть на балкарском. Хорошо. Хорошо. На каком бы ты, то есть, языке не говорил, хорошо. То есть на турецком и так далее. На казахском. Кто еще? На армянском. Вообще не проблема. На азербайджанском. На турецком. Турецком я сказал. И тогда, то есть в любом случае. На каком? На кыргызском. Хорошо. И так далее. То есть на каком бы ты языке не просил у Всевышнего Аллаха. Аллах, услышит тебя и ответит тебе. Аллах, услышит. И дозволяется. Нет никаких проблем взывать к Аллаху. И те, кто говорят, что есть разница между обязательной или же желательной, что в желательной можно и обязательно нельзя, обязаны перевести довод. Посланник Алей-Саратов Асам сказал. Ближе всего Раб находится к своему Господу, когда он находится в земном поклоне. Так взывайте же к Аллаху. И много взывайте к Аллаху. И поэтому, то есть удивительно, то есть я очень сильно удивляюсь, когда ты молишься за каким-то имамом. Особенно если этот имам Саляфит. Особенно если этот имам придерживается сунны у него, то есть борода там и так далее. И он, то есть по нему видно, то есть его любовь к сунне и так далее и тому подобное. То есть то, что тебе, то есть кажется, что этот человек действительно, то есть любит Аллах, Субханта, или его посланника, Алей-Саратов Асам. И он, то есть его суджуд очень, то есть быстро и хорошо, то есть он совершает суджуд и сразу поднимается. Ах, и неужели у тебя нет ничего попросить у Всевышнего, Аллах, Субханна, Ата-Аля? Тамам, не ты тот, кто перед тобой. Называется сопутствующий урон. Тамам. Нет, это не шальная пуля, это была пуля Максуда была. Тамам. Поэтому человек, который падает ниц перед своим Господом, должен много и много просить у Всевышнего, Аллах, Субханна, Ата-Аля, в каждой молитве, Субханна, Аллах, то есть ближе всего ты ближе не бываешь к своим Господу. Ни потом ты поднимаешь руки, ни потом ты еще где-то, ближе всего ты в суджуде находишься перед своим Господом, ниц, и взываешь к нему, просишь. Неужели у тебя нечего просить у Всевышнего, Аллах, Субханна, Ата-Аля, неужели у тебя все так хорошо, неужели у тебя есть ключ уже от рая, Субханна, Аллах, то есть удивительное положение людей. Поэтому, братья, и нужно приучать людей, нужно приучать людей, хорошо, нужно приучать людей к тому, чтобы они взывали ко Всевышнему, Аллах, Субханна, Ата-Аля, то есть постоянно обращались к ним в суджуде и обучать этим, особенно взрослых людей. Особенно взрослых людей, которым хорошо, которые по мирским понятиям и так далее, ближе уже к смерти. То есть эти люди, им бы побольше просить у Всевышнего Аллаха, связать их сердце со Всевышним Аллахом. И поэтому, братья, тот человек, который уединяет Аллах в поклонении, связывает свое сердце только лишь с Аллахом, он обязательно и непременно будет много-много просить у Всевышнего Аллаха.